Дамы и господа, всем привет и добро пожаловать на канал Ксения Тель-Ви, Тель-Авив, стиль жизни. Сегодня у меня еще одно видео, которое я называю «Любопытство ради любопытства», то есть сравнение оригинальные вещи и реплики. Я давно сговорила вам, что я хочу делать такие видео, потому что мне просто любопытно для удовлетворения своего любопытства и, возможно, вашего образования в каком-то смысле. Поэтому ссылки все будут внизу и на те вещи, которые я вам покажу здесь по дороге, и на саму вещь, которую я сейчас буду распаковывать. И да, эта сумка, которую я получила от этого продавца, тоже для любопытства и сравнения в прошлый раз. Ей уже, наверное, полгода, я ее интенсивно использовала. У меня есть два видео на эту тему, тоже ссылки вам оставлю внизу. Одно с распаковкой, такое первое впечатление, другое уже после использования. Что я думаю по этому поводу и как оно было в носке. А теперь давайте перейдем непосредственно к тому, что у меня здесь есть сейчас. Я вам покажу, как оно хорошо было запаковано. И сравню с оригинальными вещами от Louis Vuitton. Посмотрим, насколько совпадает цвет канвы, цвет ремешка, цвет глазировки вот здесь и всего остального. Так что приятного просмотра. Если вам интересны такие видео, не забывайте поставить лайк. Я здесь вырезала уже свою личную информацию. И давайте откроем. Внутри вот такая коробка. Все запакованы. Очень. Внутри еще одна коробка. В целлофане. Здесь еще две картонки лежали для безопасности. И вот как запакован сам продукт. Если вы думаете, что это все, это еще не все. Здесь есть еще один пакет. Мы его победили. И наконец-то распаковали. Ну, уже даже сейчас, на первый взгляд, я могу сказать, что, по-моему, надпись немножечко приглушенная. Материал тоже немного отличается. И вот она. Черт меня побери, дамы и господа. Я очень фамильярна с этим материалом, с конвой от Louis Vuitton. У меня очень много есть от них вещей именно в монограмме. Немножечко такое переглазированное. Вот, если вам интересна их информация. Здесь целая куча пакетиков с впитывателем влаги, которую я никогда в жизни, имея много вещей от Louis Vuitton, не видела. Вот это мне знакомо. Такие штучки у них есть. И это я тоже первый раз вижу. Итак, давайте откроем ремешок. И сейчас я принесу вам сумку свою и будем сравнивать. Это новая Nano Speedy. Я еще не сняла здесь пластик. Здесь выпало небольшое украшение. У меня уже одно такое есть от прошлой сумки, только оно с черным. Это в стиле Болгари. У меня вот здесь черное или темно-синее эмаль на прошлом. Они делают также и украшения. Сейчас вернусь. Итак, я вернулась, принесла вам. У меня есть здесь Speedy 30 с ремешком как раз. И давайте сравним. Эта молния здесь очень гладкая. В свою очередь на моей оригинальной молнии никогда не была гладкой. Она никогда не ездила легко. Ну, в общем-то, меня это никогда и не смущало. Итак, давайте сравним. Этой сумке уже, наверное, года 3 или 4 я уже точно не помню. Поэтому вот этот ее красный цвет, он уже потемнел. И ручки тоже уже потемнели. Как вы можете видеть. Не знаю, видно, хорошо или нет. Возможно, этот тоже красный потемнеет и будет выглядеть так же. Но самое важное, я хочу, чтобы вы сравнили цвет материала канвы самой. Потому что обычно она у всех реплик либо уходит в один цвет, либо в другой. Немножечко серее, немножечко коричневее. Здесь единственное, что я могу вот так, я думаю, и вам тоже видно. Это тоже одна из таких обычных проблем реплик. Или они выходят слишком блестящие, или они выходят более матовые. Вот эта более матовая, чем моя. Но, с другой стороны, свою я только что недавно с ней приехала из поездки. Я их всегда протираю, как это называется, кондиционер для кожи. Потому что оно не дает, это, конечно, не кожа, оно не дает канве пересыхать. Поэтому, может быть, она более блестящая. Но сейчас я вам достану другую вещь, с ней тоже сравним. Но, в общем, оттенок и цвет абсолютно идентичный. На это не обращайте внимания, потому что кожа, вот эта, со временем, она темнеет. И моя сумка, естественно, за 4 года потемнела. Это еще нет. Потому что она не была еще на солнце, по сути. Да. Здесь, если посмотреть, все на месте. Ручки ложатся ровно. Ложатся, да? Ложатся. Замок работает великолепно. Здесь внутри все, что нужно. Рисунки. И сравним. Опять же, это новый. Он еще не ношеный, не был на солнце. И он более светлый. А это мой, которому уже 4, по-моему, года. Вот этот, это оригинальный. А вот этот от реплики. Естественно, вот эти вот колечки, они разного размера, потому что, ну и толщина ремня разного. И с другой стороны, видите, тоже здесь сглажен. Не знаю, видно вам или нет. Вот здесь шов, и здесь тоже шов сглажен. И я вам хочу показать красную вот эту сторону, которая чаще всего становится. Опять же, тут она уже слегка потемнела, но я думаю, что она и не была такая яркая, как здесь у них вышла. Из самых последних своих приобретений хочу вам показать вот эту косметичку эту и вот эту вот сумку, чтобы сравнили. Но здесь изначально должна быть кожа более темная, потому что она идет как бы уже затемненная в оригинале. А здесь, видите, она более светлая, потому что она новая. Я хочу, чтобы вы просто обратили внимание на уровень. Вот да, я была права, видите? Сумка просто у меня обработана кондиционером для кожи, поэтому она более блестящая. А если сравнивать с этой косметичкой, то уровень блеска абсолютно одинаковый, и я не вижу никакого отличия в цвете. Разве что, может быть, на реплике более четко вы видите принт отпечатанный. Может быть, хотя здесь тоже, знаете, здесь нет. А вот здесь немножечко выглядит более приглушенным, потому что сравнивать разные вещи из даже конвей, она же идет не от одного куска отрезана. А вот здесь, видите, тоже вот это для ключей кошелек. Я его купила тоже недавно совершенно. Здесь такой же интенсивности печать. Сравнивать разные вещи из конвей, обсуждать где более четко, где менее четко, где более блестяще. Мне кажется, что даже одна и та же конва, одна и той же марки, зависит от того, от какого куска ее отрезали, когда ее произвели, сколько она была у вас в использовании. И вообще это все процесс создания вещи, который может не всегда быть идентичным. Это так же, как и кринки на сумках Шанель. Так что, да, я очень довольна. Очень интересная вещь. И интересно, что туда входит. Вот это то, что меня интересует. Что туда можно поместить? Ну, во-первых, конечно, можно поместить для ключей. Свободно. Давайте продолжим. Это iPhone 12 Pro Max. Помещается ли он в сумку? Ну, как вам сказать. Пока не очень. Особенно не в большом чехле не помещается. Так что, да, телефон сюда не входит. И для многих это будет, как бы, такая неприятность. Но это то, что есть. Но зато входит куча. Пудра, пудреница вот такая. Куча, она достаточно крупная. Запросто. Крем для рук. Запросто. Что еще можно положить помада. И там еще очень много места. Я думаю, если у вас маленький телефон, то он без проблем поместится внутрь. Ну, вот и все, дамы и господа. Сейчас я вам покажу, как она смотрится на теле. Вот таким образом. А вот таким образом выглядит размер 30. И да, в оригинале. Хочу вам еще показать немножечко в другом освещении, чтобы вы сравнили. Вот это настоящий пакет и настоящая канвая. Вот эти две вещи. И вот эта реплика, которую я получила. Видите, как я и сказала, немножечко здесь приглушенный цвет. Ну, и тут я не думаю, что отличается. Вот так положить, чтобы она вот так. И вот эти украшения, вот это я получила в прошлый раз. Мы уже где-то полгода. А вот это новое. Я не думаю, что оно как-то потемнело или не так блестит, как это. Все. Большое спасибо за внимание. Надеюсь, вам это видео было полезным. Не забывайте поставить лайк. Увидимся в следующем видео. Всем пока-пока.